Всем привет! Саня нашел весы у меня дома. На самом деле это не еще дома нашел, а новая модель весов компании WisinSk, которая появилась в этом году в продаже. А нам коллеги дали потестить. Дали потестить, они у нас тоже продаются. Бодикардио называется. И многие спрашивают, вот у вас так много весов, какие мне выбрать? Кто-то выбирает по принципу того, что есть два производителя современных, медицинского оборудования для смартфонов, iHealth и WisinSk. И два самых популярных производителя, у которых есть своя экосистема, свое приложение WisinSk для моделей весов, тонометров, термометров от компании WisinSk и есть iHealth. У них есть тоже приложение iHealth, там есть тоже тонометры, весы, глюкометры и все это объединено в одну экосистему под названием iHealth. Что мне нравится в компании WisinSk? У них сейчас есть крутая штука, термометр WisinSk Thermo. Мы его тестировали и точность температуры такая же, как у ртутного градусника. При этом ртутный градусник меряет 15 минут температуру, а WisinSk Thermo выдает те же самые значения за 2 секунды. Причем, прикладываешь к голове и вперед. Вот так надо провести, он выведет самый горящий сосуд и покажет его температуру. Вот сейчас у нас речь дошла для обладателей WisinSk Thermo, ой, WisinSk Экосистемы, весы, которые они хотят себе приобрести, чтобы в этой экосистеме не отражалось вес, температура тела, давление, чтобы все было в одном приложении, которое сохраняет всю историю. То есть весы вот эти нужны для того, чтобы вы за какой-то промежуток времени узнали свою историю, свою диету. Например, я сегодня похудел на 1 кг вчера, у меня наоборот прибавил 1 неделю назад и вообще на 10 кг был больше. Причем, это не просто весы. Эти весы у нас показывают сердечный ритм, показывают мышечную массу и показывают уровень воды в теле дополнительно и еще массу жира, жировой ткани. Вот у нас есть приложение WisinS, которое полностью на русском языке и что мне нравится, у них там куча подсказок. Вот, например, по WisinSk Thermo, если взять термометр, она говорит, если у тебя повышенная температура 376, то она тебе сразу дает совет. А какие симптомы у вас есть? Там выбираешь кучу симптомов, ага, у вас грипп. Так и здесь, например, WisinSk открыть приложение, у нас мы хотим добавить новые весы. У нас тут появляется, выберите устройство в всплывающем окне. У нас никакого устройства, соответственно, не определено, потому что у нас весы, они выключены. Есть такая кнопочка есть. Есть белая, есть черная. Я бы вам советовал, что белые покупать. Меньше оттуда ставят этих резинок. Start WisinSup. Вот сейчас у нас мы на 3 секунды подержали, должно это устройство определиться. Жмем поиск. Нет, поиск отнажать. Сейчас это устройство должно вот этой программки. Вот оно, WisinSk Body Cardio. Ставим. Все, подключение к вашему устройству пошло. Всегда надо выпадать на первое подключение обязательно и их обновить. Потому что, когда у меня был WisinSk Thermo, он изначально показывал неточные температуры. Они обновлены уже. И вот эти обновления, они исправляют все погрешности разработчиков. Вот все. Он показывает у нас уровень заряда, 59 процентов. Заряжается от кабеля microUSB, хватает на год. Мое устройство смотрим 10 хроник, контрольная панель, таблица результатов, профиль, напоминания. В профиле мы задаем ваш вес, дату рождения, рост. Эти показатели нужны для того, чтобы приложение автоматически нам подсказывало наше... Это Саша взвешивался в последний раз. Ты его вес? Это я тут выбрал из этого значения, чтобы точно показал. У меня, потому что 105. Под каждую массу выдает свои подсказки. То есть, у вас должно быть соотношение, потому что, например, у тебя вес больше роста, там вычисляется средний индекс, и у тебя, типа, поставку у вас ожирение первой степени. Вам нужно там больше двигаться и так далее. И вот тут можно, вот есть здоровье, галочка стоит. Все показатели у нас дублируются в приложении здоровья заводской, которое компонентом... Сейчас найдем его быстро. Здоровье. Мы там галочку поставили, все эти значения у нас идут вот сюда, вот в карточку вашу личную, в медкарту, и измерение вот тут веса есть. Вот измерение тела. Все вот последние значения у нас вводятся. Там 105 и рост... Здесь можно опять под другие предложения, под Nike Plus, выдать под Nest, панераткипер, чтобы они туда тоже уводились в загалочку поставить. Итак, поехали. Мои цели. Что-то хоть там достичь. В общем, каждый день мы должны пройти 10 шагов минимум. Но если посмотреть на улицу, я не понимаю, как это сделать. Там такая горюнная погода. Подожди, 10 тысяч шагов. Почему этот показатель стоит по умолчанию? Потому что после 10 тысяч шагов у тебя вырабатывается оксид азота, который влияет на показания уровня холестерина в крови в соотношении хорошего к плохому. Если у тебя хорошего к большему, у тебя не образуются вот эти тромбовые бляшки, то есть у тебя сосуды... В общем, у кого соотношение холестерина плохого к хорошему, хорошее к плохому превышает значение, ты живешь намного дольше и так далее. У тебя нормализуется давление в крови. В общем, чувствуешь себя по-другому и риск умереть от сердечно-сосудистых азотров намного меньше, чем у обычных человек, которые не проходят 10 шагов. Ты прохожешь 10 тысяч шагов? Часы мне иногда или афон показывает, сколько я прохожу, но, как правило, это меньше 10 тысяч шагов, поэтому все не очень хорошо, потому что люди больше сядут в офисе, чем ходят. Вот. У нас здесь диаграмма веса. Шаги ежедневно берется показания своего айфона. Вот видишь, у тебя шаги. Открываем активность. Не совсем удобное приложение, мне здоровье нравится больше. Вот он показывает примерно 10 тысяч шагов. Видишь? Да, я ходил. Очень мало ты ходил. Когда, почему? Вот с моего 10 тысяч шагов. Вот по неделю... Субботу ходил, ну да, в четверг не дошел, но я в спортзале не ношу с собой, а я был в четверг в спортзале. Два дня в неделю я в спортзале, и там я прохожу гораздо больше. Вот если ты каждый не ходил бы 10 тысяч шагов, ты сейчас, во-первых, меньше весил, чувствовал себя по-другому и риск... Это нереально. Внезапной смерти у тебя было меньше. Мы умрем все. Вот. Самый основной – это вес. Да. Вот, в принципе, мне больше всего не нравится, когда производитель запрашивает довольный вы приложение. То есть мы не хотим сейчас отвечать на эти вопросы. И мало того, что он еще предложит потом перейти в Apple Store и там оставить какой-нибудь отзыв, или еще что-нибудь. Вот, индекс массы тела. Видишь, все даже показывает. Дальше, она рассчитывает. Это приложение WeDings у тебя сейчас же, правильно? Да. А где там еще вот это вот, который... В этих весах есть интересная функция, связанная с... В общем, они могут следить за состоянием сосудов. Вот, композиция тела. Видишь, телевизорная композиция. Водар, мышечная масса, костная масса. Да. Вот, им-то называется... Индекс массы тела. Это индекс массы тела. А есть там еще вот такая вот штука. Pulse wave velocity. За пульсом, да? Сейчас найду. Это не пульс, это Pulse wave velocity – это технология определения здоровья сосудов, насколько я понимаю. Да. То есть она таким образом... Упаковка выглядит вот так вот. То есть все очень просто. Вот тут находятся весы. Кабель micro USB. Минимум документации. Вот. Кабель. Здесь вот все настройки. Весы после того, как вы взвесились с утра, могут вам показать сразу же погоду. Могут вам сразу же показать погоду. Смотри, какое приложение измеряет пульс по камере. Да, каким образом? Палец в камере подносишь. Показать 67 сердечный ритм. Прикольно. Давай у тебя измерим, что сейчас это приложение. Запустите часы. Сейчас поднесем палец твой. И что мне в часах сделать? Пульс открой. Вот оно у тебя сердечко там было. Сравним, насколько приложение обманывает пользователей. 73. Подноси. Сейчас я снова померю. Единственное приложение совсем удобное. Мне нравится то, что вот вроде я пульс только что мерил, а как основу найти – непонятно. Моё устройство. Стоило только уйти. Вот, кстати, в плюсик добавить можно здесь часы добавить, который будет пульс автоматически мерить весы. Пульс, который не нужен уже. Пульс никогда не покупайте. Смысла в этом шагомере нет. Тонометр отличная. Система сна отличная. Идюсность Go тоже не нужна. То есть здесь еще терма не хватает для оптимальной… Почему? Go точнее смиряет шаги, если ты не хочешь с собой сделать фон таскать. Вот плюсик добавить, сердечный ритм. Давай. Палец свой подносим в камере. Вот сюда. В камеру. Все. Нет, на камеру не на свет алсада и жди. Сейчас он будет иметь пульс. Он просвещает вспышкой твоей сосуды и камера… Какая вспышка-то? У меня… Она светит. Там видно. Сейчас он долго будет, но она пойдет. Вот, видишь, пошла. Держи. Обалдеть. Слушай, точность такая же, как у Apple Watch. Ну, плюс-минус. Да, по камере практически точный пульс показывает. Очень засчетная штука. Никогда бы не подумал. Да, у меня здесь тоже 77 ударов в минуту. Вот только что прям пульс был. А Apple Watch измеряет довольно точно. Да, с постоянностью показаниями ЭКГ. Да. Очень круто. За это 5. Вставай. Теперь давай покажем вес. Давай, да. Здесь у нас прямо написано Ready. То есть они, по сути дела, я их первичную настройку сделал. Обновил программу включения. Они у меня должны быть готовы к настройке. Запускаем эту хронику. Я встаю. Они вот сейчас там зафиксируются. Ты это увидишь, когда все четыре уголка загорятся. Вот, видишь? И передает сейчас это все в iPhone. Грамм. Минус 0,6 кг. Я сбросил 600 грамм боди. Показывает тебе погоду. Ну, подразумевается, что ты встанешь с утра. Все. Больше ничего не показал. Где мой сердечный пульс? Все. Все остальное нужно в приложении смотреть. Ну, я думаю, да. Да, посмотрим. Ты можешь посмотреть. Вот она пишет. О, когда достигнем этой цели. Так. Что у меня здесь есть? Подожди. Это контрольная панель. Вот хроника. О, сердечный ритм. Сердечный ритм. Он показал мне, который мы с вами мерили по индекс массы тела. Вот надо в диаграммах разбираться. Сейчас у меня индекс массы тела падает. Я так понимаю, что диаграмму у меня построил оптимальную. И вот у меня сейчас ниже нормы уходит. Так. Ну, к сожалению, вот пульс он мне померил. Часы заявлены, что он пульс мерит. Да? Вот они бодикардио. Да. Кардиоскулярная. Они же называются кардио для того, чтобы мерить пульс. Но почему-то он мне так до сих пор их и не выдал. Пол свой филосити. Давай посмотрим мои устройства. Вот они. Измерение жировой массы и сердечного ритма. Заявлено. Вот она. Включение, выключение. Вот я включил. Отправка. И сердечного ритма. Да, вот она. Ползунок есть. Настройка экранов. Вес. Жировая масса. Вода организма. Ведер. Сердечный вид доступна. Костная масса. Мускульная масса. Шаги. Все. Сейчас попробуем. Изменение вступитель после следующего взвешивания. Хорошо. Еще раз взвешиваю. Встаю. Сейчас он должен мне показать все то, что я задал в настройках. И костную массу. Должен показать на этом маленьком дисплейчике. И мышечную массу. А не только в приложении. Не костную, наверное, а мышечную. О, прибавил 100 грамм. За это время, пока ты с вами общался. Боди. Что ты видишь, он не хочет. Но крестик рисует, что не может определить. Наверняка надо. Давай я носки сниму и встану. Сейчас мы вот так вот с голыми ногами моими волосатыми. Все. Поехали. О, я скинул, пока носки снимал 100 грамм скинул. О, жир показал. 22 процента. Вода 52 процента. Вот. Сердечный ритм. Вот. Видишь, носки надо снимать. Вот сейчас он меряет мне сердечный ритм. Классно. О, 94 удары в минуту. Сейчас постою, может скинуть немножко. Ну, что-то странно. Не вкинул. Сейчас еще раз померяем показания все. Вот сейчас есть показания на 15-17. Вес 89 килограмм. Сердечный ритм 77 ударов в минуту. Вот. Жир 22. Вода 52. Погода. Снег. Отвратительная. Вот. Пульс меряет тихо. 89, ну, точный пульс, потому что я примерно где-то вот когда... О, и Костя показал. 3 килограмма. Мускула 65 килограмм. То есть, чем чаще ты взвешиваешь, тем больше информации тебе весы показывают. Да. И надо взвешиваться без носок, чтобы он показывал пульс. Понятно. Теперь я все понял. Снимайте носки, дорогие друзья. Вставайте на весы. Худейте. Занимайтесь спортом. Проходите 10 тысяч шагов в день. Приложение до сих пор несовершенно в плане того, что я плоско родное здоровье, поэтому производителям приходится придумать свои приложения, так как у Афилла свое приложение, своя экосистема, у ВИЗНС своя экосистема. Вот. Они вот похожи, но ВИЗНС экосистем мне нравится больше, потому что она, помимо этого, дает свои подсказки. Например, того же ВИЗНС термо, например, и весов. Она вам оптимальный индекс массы тела выстраивает, к которому даже стремиться, пока подбирает оптимальную дистанцию в плане шагов от 10 тысяч шагов на основе научных данных, да, что мы даже 10 тысяч шагов пройти, чтобы выработать оксид азота. Скорость пульсовой волны, вот он подсказывает, веситься нужно еще два раза, чтобы узнать скорость пульсовой волны. Мы это делать не будем, это все работает. Главное, не забывайте снять носки и помыть ноги. Ну, в общем, без носков надо. После душа подошли, взвесились. И поутру. Да. И поняли про себя, что у вас происходит в жизни. Все. Думайтесь. Здорово. Вот это весы и помогают узнать, что у вас происходит в жизни. Спасибо. На этой хорошей ноте мы и закончим наш хороший обзор. Спасибо большое. Пока. 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 Пока.